В следующем году исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. В преддверии этой даты родилась идея сделать проект знакомый ваш Сергей Есенин выездным. Он стартовал в августе в Кемерово, затем побывал в Орле, Ясной Поляне, Костромской области, Симферополе. А завершающей точкой стал поселок Большие Веземы в Одинцовском городском округе. Шесть регионов России увидели уникальные экспонаты. Рада, что вот эта выставка востребована, что люди, все люди от мала до велика любят Есенина. И цель главная это популяризировать творчество Есенина, особенно сейчас, когда мы все боремся за сохранение русского языка, за поднятие престижа русского языка. И тонкая велическая строка есенинской поэзии, конечно, способствует всему. На выставку сотрудники Рязанского музея привезли большую коллекцию живописи из собственных фондов. Сюжеты картин посвящены поездкам за границу и на Кавказ. Мемории, прижизненные издания 1925 года, предметы одежды, котелок, перчатки, цилиндр, а также вещи, которые впервые покинули Константинова. Накидка Асидоры Дункан и Шушун матери, который Есенин упомянул в своих знаменитых строках. Заживающая моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть труится на твоей избушке тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты-то я тревогу загрустил ошибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Для школьников и всех желающих посетить выставку знакомый ваш Сергей Есенин, экскурсоводы из Рязани подготовили специальные пинап-книги, в которых можно увидеть полную картину жизни Сергея Есенина. У лежи рукописи, копии книг, цитаты из произведений, биографические сведения, фотографии мест, где бывал Есенин, предметы быта и личные предметы того времени. Все это поможет узнать как можно больше о жизни великого русского поэта. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания, Одинцова.